Так выглядят все кафешки перед заползанием старочков. Посмотрите, пусто как все. Пусто час дня, между прочим. Это час дня. Еще, знаете, все готовятся к выходу вечернего. Да, тут все поздно. Напомаживаются. А вот смотрите, на этажах на вторых. Вот кому-то здесь же это удовольствие. Считается, что эти домики, они двухэтажные, они трехэтажные. Потому что всегда первый этаж это ноль. Мы живем в таком же доме, и считается, что мы живем на втором этаже. Но у нас есть лифт. И в этих домах у всех есть лифты. Люди не идут пешком на третий этаж, а они поднимаются на лифте. Почему? Потому что население очень старое здесь. Контингент. Да, контингент. Все рассчитано для удобства пожилых людей. И еще, значит, сюда вот под Аликанте едут люди с ограниченными возможностями. Инвалиды, спинальники. Тут много-много инвалидов, потому что здесь очень хороший вход в море. Специально сделанный для людей такого плана. И поэтому на улицах можно встретить инвалидов. Инвалидов, иду за ручку. Вот тут такие вот магазинчики небольшие. Ценники я вам уже показывала. Покушать в кафе стоит примерно 10 евро. Самое малое на двоих. Есть еще много вот таких вот в каждом кафе есть программы. Где вы втроем, например, можете покушать за 13 евро. Определенное блюдо. Надо будет вечерком пройтись нам по такому же маршруту. Когда тут как в улье. Показать, сколько здесь людей. Здесь принято приходить с семьями. Здесь сразу располагается семья за столом. Если столика мало, официант вам придвигает еще один столик. Здесь люди играют в карты, в шашки. Целый вечер за этим столиком. Кушают, пьют, едят. И все это с детьми. Причем дети разного возраста. Никого это не шокирует. То есть цены для испанской семьи, они вполне нормальные. Любая семья может позволить себе пойти в ресторан. Тут видите, некоторые есть товарищи, которые заседают намного раньше. Мы были не правы. Но это, судя по всему, с отелей и завтраки. Да, это завтраки из отелей. Люди пришли позавтракать. Здесь очень распространено завтракать именно в кафе. Потому что здесь бутербол с тунцом и помидорами. И чашечка кофе стоит 2-3 евро. Поэтому здесь всегда утром здесь есть народ. Но сейчас уже обед, поэтому народ уже в основном по завтракам. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот цены 7 евро 2 евро Вот 2 тастада и кофе 2 кофе стоят 4 евро 4,80 евро Тастада эти Изумительная булочка поджаренная Там тертый помидорчик И тунец Поливается оливковым маслом Очень вкусно 2 кофе или чай И 2 тастада 4,80 евро Вот натуральные соки, которые вы можете выпить Манго Авокадо Ананасы Смотрите, как красиво здесь Так красиво Так красиво Щемельнички наверху Привет, орлы Вот здесь люди живут, очевидно Потому что чистенько Видите, такая вот у них Зона отдыха Видите надпись The VLD Над моей головой Это значит, что эта квартира Сдается или продается Я вот еще Не выяснила это Но все, кто здесь живут Говорят, что Здесь Те квартиры, которые сдаются Они могут и продаваться Пока они не продадутся Короче, они могут сдаваться Но вот какая проблема Вот ходишь, видишь И там вроде жилье сдается И тут А снять жилье Очень проблематично Почему? Потому что в Испании Вот как происходит Если вот такая вывеска висит Это ее дал мне хозяин Хозяин будет давать объявление На специальном сайте Который организовали жители Вот допустим Этой местности Вот там нужно ловить Те объявления Которые дает сам хозяин Чтобы не переплачивать А вот если висит Вот такое красивое объявление Или продается Или сдается жилье То это значит Вы будете иметь дело с агентством И вот тут-то проблема В чем? В том, что Во многих случаях Вы можете позвонить В это агентство С вами договорятся Расскажут вам Что придут в определенное время И покажут эту квартиру Или этот дом Но в нужный час Не придут И трубку могут не снять Поэтому снять вот так вот жилье Вроде бы вывесок очень много А снять проблематично Какая цена на эти домики Которые вот стоят На первой береговой линии За моей спиной Значит цена разная В основном Такой домик летом Стоит от полутора тысяч евро До двух с половиной тысяч евро Но это все зависит от домика От хозяина И от очень многих факторов Вот люди здесь как предпочитают Они сдают жилье дорого Четыре месяца сезона А потом они закрывают жилье И предпочитают его не сдавать Для того, чтобы его не портили Если вы хотите снять этот домик дешевле То его нужно снимать на год Тогда это будет Ну примерно Две комнаты и кухня Будет стоить примерно 650 евро в месяц Но хозяева неохотно идут на эти условия Все-таки 4 месяца эксплуатации домика И 12 Разница существенная Да, они хотят, чтобы убивали жилье Лучше его выходно сдать Очень летом дорого А потом его держать закрытым Поэтому сейчас мы ходим Показываем вам Здесь почти везде пусто Ну и не забывайте еще о том Что в Испании существует закон Что если вы заселили жильцов И они вам не платят То вы не имеете права их выселить Особенно это касается тех семей Которые заселились с детьми Поэтому вообще с детьми Очень неохотно хотят сдавать жилье Боязно сдают Скажем так Очень неохотно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok